Приветствуем всех и ух сейчас расскажу как все это было Просто так получилось, что когда мы сюда добрались, мы все-таки взглянули в записи И выяснилось, что часть записей, вот этих вот, она показана была как проваленная То есть в принципе после стража у нас точка невозврата Пришлось воспользоваться нашими особыми способностями и переместиться на более раннюю точку и попытаться эти задания выполнить И это была та еще главная боль Потому что, во-первых, чтобы нужный квест правильно активировался, с некоторыми персонажами, скажем так, надо было несколько раз переговорить После того, как мы с ними переговорим, у нас активируются задания, у других персонажей могут появляться соответствующие реплики Более того, часть реплик появляется после того, как мы достигнем определенной точки, точнее определенных событий И только тогда мы сможем продолжить продвигаться по заданию То есть, к примеру, вот у нас есть задание Зависимая Нам сказали, что, ну точнее она предположила Вот, наша дозорная Что надо найти язычников и спросить у них про древо Ну или древо с язычниками найти В принципе, без разницы Но где искать, Шут его знает А чтобы узнать, где их искать, мы должны были сначала добраться до Грега Если я правильно помню его имя, который погибал После этого один из стражников говорит, что Ну, нет, так нет, его вещи будут мои И что-то там высказывать по поводу его братца, который пьет кровь дерева или как-то так А именно вот эту штуковину нам и нужно было предоставить как раз-таки непосредственно Тому с мигренью Мы идем в дом Грега, где его брат Но ничего не находим Потом, в конце концов, в какой раз уже обыскиваем углы Замечаем, что под сундуком оказывается там неплотный пол И можем туда спрыгнуть Через него мы проходим как раз-таки к... Ну, я не уверен, что это следует назвать древом Но, по сути, это древом и считается Просто это очень уже уничтоженное нечто И эту кровь мы наконец-таки даем тому головнобольному И это самое простое, что здесь только было Потому что у нас есть еще квест от имперского следователя Ну, или как его там называют То, что надо что-то тут расследовать пропажи и все такое Но, когда мы его увидим, это одно Надо с ним еще раз поговорить Чтобы он, ну, не попросил, а предложил нам посодействовать И, соответственно, после того, как он предложит нам посодействовать Бездомный у дома, опять же, по-моему, Грега Нам выдает, наконец-таки Письмо, которое уронило Бруно, когда оттуда уходило Это письмо мы, ну, якобы не можем прочесть Хотя там просто ничего интересного нету Мы это письмо относим этому детективу Детектив говорит, что он понимает, в чем дело И говорит, что надо бы еще обыскать места, где была Бруно И вот тут вот есть такой момент Что место, где была Бруно, это ее дом Но о том, что в ее доме может быть Ну, не то, что тайная комната А проход дальше В данном случае выше Мне пришло в голову только после того, как мы нашли проход к древу И просто попрыгали немножко по дому И нашли-таки Конверт И по этому конверту, по всей видимости Парень-таки детектив что-то вычислил Потому что после нескольких диалогов, опять же Которые мы спросили Я не знаю, почему это нельзя было в один диалог поставить Он-таки говорит, что все хорошо Вот тебе награда И эта награда Ну, рогатка Тут она проще называется А, и да, у нас лук появился, но мы им не пользовались И так Теперь мы подходим к моменту, откуда у нас рука теней И огненная сорока Тот самый актер, который рассказывал, как он потерял руку Спасая девочку Оказывается, опять же Если с ним еще раз переговорить Наша дозорная Заметит, что слишком уж изыскана у него рука для простого протеза На что он ответит, что В воле пророчицы Ему сказано передать Вот эту вот руку Тому, в данном случае той То Вот подобное заметит Если мы еще раз пытаемся с ним поговорить Он говорит, что В соответствии, опять же, с верением пророчицы Кто-то, столь любознательный Должен будет получить от него дар Я так понимаю, его дар Но для этого надо будет его найти И тут вступает в дело Тот факт, что у нас же Там стражник стоял на воротах Который мы куда-то спровоцировали пойти И у меня была цель его найти Ну, квеста нету Но он куда-то ушел Если он куда-то ушел Ну, должен ли он где-то быть? И я бегал и выискал И самое забавное Когда я его искал на водопаде Там, как это называется-то Мосток За которым нас впервые раз напал упырь Ну, или как он здесь называется Я вот просто искал того стражника И лишь присел Ну, посмотрите, что там Под мостком Чтобы, ну, можно ли там куда-то спрыгнуть Вдруг там кто-то есть И там действительно кто-то оказался Там оказался тот самый актер Но Этого было недостаточно Он сказал, что Молодец, давай еще раз И исчез И самое забавное Мы его нашли второй раз Опять же, пока я искал того стражника Он в этот раз был под мостом Который вел к городу Ну, вот По которому мы там пробежали Тоже, кстати, слева И под тем Под другим мостом Ну, опять же Я его нашел Когда я искал стражника Стражника не нашел Зато нашел вот этого парня И он нам выдал Как раз таки вот сороку То есть вот Руку он выдал нам сразу А вот сорока Это, как бы сказать За наши усилия И самое забавное Вот эта вот рука Она гораздо полезнее Вот этого Ну, другое дело Что вот эта вот Атака, она дистанционная И, по сути Не ограничена ничем Ну, точнее Тут есть вот заряд Магии Но мы уже немножко Магию усовершенствовали Точнее, навыки магии И поэтому Фактически заряд Не особо иссякаем Мы просто не успеем его потратить Разве что какое-то проклятие на лошадь Но это отдельно просто И да Вот момент магии Тоже вот Позабавил момент Точнее, он мне показался Весьма любопытным Заходим в инвентарь Вот, мы периодически находились Загадочный манскрипт И только сейчас я додумался Ну, не сейчас, а тогда Впрочем, что это такое Написано на непостережной медицине Рукопись В которой добавляется Все, что вы узнаете От количества заполненных страниц Зависит ваша магическая сила И это очень-очень Любопытный подход Ну, с ума с моей точки зрения К возможностям персонажа То есть, это не какой-то Абстрактный интеллект И абстрактные знания персонажа Это награда За наше собственное любопытство То есть, если мы будем Любопытствовать И собирать информацию Об этом мире Наш персонаж Будет становиться сильнее Это очень-очень Любопытный подход Ну, хотя, опять же, повторяюсь Ладно, в любом случае Нам надо теперь Осмотреться и подумать А куда же дальше? Лейла В это разобрать не соврали Это и правда ты Это я, Дейзи Ты меня не знаешь? Дейзи? Только крей на меня Я уже не ребенок А самая настоящая леди Наши братья Николичи сказали Что встретили дозорную за городом Значит, это была ты Эй, ты в порядке? Куда направился профессор? Братья сказали Ты выглядывала растерянной Я все время в городе Никуда не могу уехать Пока я летаю чума Насколько могу поверить Что это ты Но надо возвращаться к работе Я буду в лечебнице Вместе с доктором А вот это сейчас было странно У нашей дозорной Как бы сказать Спутались воспоминания, что ли? Просто до этого она велась А так, как будто она действительно По делу чумы А сейчас вспомнила профессор Дверь заперта Так Дом доктора Заглянем, заглянем Таверна Заглянем Так, стоп Я не очень хорошо все чувствую Надо вернуться в чем-то лекарством Там, слушай, много больных Так Что-то тут Даже так Любезная, я много не ел Не дашь монетку-другую на пропитание А, вот и ты На, поешь Отпишемся, вот и ты Ты такая добрая Сын, как девушка из приюта Девушка из приюта Ты имеешь в виду лечебницу? Она пришла из города Присела на меня поесть Не могу вспомнить имя Но она была добрая Думаю, раньше я ее не встречал Но точно скажу Ой Это я пытался подпрыгнуть Уж не знаю, почему я при прыжках Все время пытаюсь Действовать По принципу карабкания Так, лечебница Нам же скорее к доктору Заглянуть Ну давайте заглянем Дверь запрятаем А, наверное, стукнём в лечебнице Так Я не припомню вот этого подъема Хотя припоминаю вот этот спуск Дай мне Слышала, что случилось в шахте Люди говорят, что это был нечастный случай Но что-то я сомневаюсь Почему? По слухам, некоторые шахтеры превратились в монстр Великая богиня Кто-нибудь выжил? Откуда мне знать? Постой Ты что, будешь туда пойти? Шахт далеко отсюда Ее будет трудно найти без проводника Не за монстров Почту давно не отправить У меня с собой есть письмо Однажды можно пролить свет на то, что ты предзаходила На регуле пловят это письмо Если просто в море Уберутся до другого берега Думаю, вряд ли Но все равно хочется в это верить Можешь помочь Изгорода сейчас хода нет Договориться Я все сделаю Большое спасибо Брось письмо из убежища В затопанных землях Это нетрудно О, ой, красотка Садись за мой стол, пожалуйста Я пишу Богаче меня в мае никого нет Я люблю только ценности Дорого вино В этих местах у меня есть шахты И пивоварни Я сделал сам себя вот как Слышал? Что на шахте какая-то беда случилась Пару шахтеров я потеряю Но ничего страшного Не удивлюсь, если чума там и началась Без этой чертовой дыры Не такой вывести может Надеюсь, зараженный шахтер Там и сдох Нам спокойнее будет Эй, Милаш, куда же ты? Василий, со мной Я крути все, что ты хочешь У меня полно денег Кого я вижу? Когда мы встретились в пятый раз Ты был совсем крохой Мы же недавно виделись О чем ты говоришь? Как ты уехала? Годы прошли Да, у нее как-то Странно-странно Но про чему она все же говорила? Вау Неожиданно Я, да, смотри, в сторону Задумаю, земель боюсь В городе безопаснее Эй, мне еще пинток Пациент лечебницы все больше Доктор, жизнь справляется в одиночку Комната, комната Ну, ладно Выход так Выход Таверна стала природно шире Да и как я заметил Кузнецат вот второй этаж еще появился Хм, любопытно Это доктор Рад тебя видеть, Лейла Аврора мне написала Говорит, у нее дома есть лекарства Нам их сильно не хватает Но я не могу сейчас уйти Можешь мне в помощь принести их? Пожалуйста Конечно, я принесу Они помогут вылечить чему? Не знаю точно Если хочешь узнать больше Спроси доктора Он занимается исследованиями На втором этаже Ясно, это не доктор Да, кстати Вот мы, будучи за городом Нашли мячик Точнее, там В той реальности В том измерении Она с мячиком играла Ну и вот путешествовала И в одном из мест мы ее видели с мячиком И в том месте, где она Была с мячиком Мы нашли мячик Но, видимо, ей пока не можем передать Будешь на скручь секрет Как будто засыпает Дэйзи подкрадывается До святой кровати Так смешно Будбой У меня стеклянный синдром Он думает, что его тело грубка Как секло И каждый день перешли в кровати Смешно, да? Дэйзи очень добрая Она заботится обо мне Я без нее бы не справился Я так Так устал Понимаю только что Но как заманчиво Лейла Дэйзи рассказывала тебе Давно ты не заглядывал домой? Когда ты вернулась Она улыбнулась впервые С начала чумной эпидемии Расскажи мне о чуме Что происходит? Двадцать лет назад Наводнение уничтожило весь порт И теперь затопанные земли Кшат жуткими существами Поднявшимися с глубин Кто знает Возможно, именно они Принесли чму Долгая ночь заканчивает Аааа Нет, заканчивается На смену и приходит свет Молю Умой меня Своим сиянием солнца Узлали что-нибудь узнать? Так Понятно Видимо имеется Тут про чуму И да Это получается Не иное время А По сути Иное измерение Слышала о том Что случилось в шахте Мой брат Пьер работает там Надеюсь он в порядке Кто-нибудь поможет Мой брат выбраться Из проката шахты Или мальта богиня Вроде как довольна То есть это не просто так Раньше я никогда не жаловалась на здоровье Но в последнее время вечно болею Возраст сказывается А теперь все беспокоятся за чумой Как холодно Ну я сейчас вырвет Так ладно Нам надо Я так понял Найти чей-то домик И там получить лекарство Дом художника Разбираешься ты в искусстве С его помощью В наши порочные жизни Входит красота Я создал много шедевров Но все мои картинки пропали Пока я путешествовал Поможешь найти их Я хотел побудрить От имени богини искусства Но смертный не имеет права Говорить за богов Поэтому спасибо тебе От меня Да, кстати Мы одну картину нашли Под мостом В сундуке Под мостом Оу Ладно Любопытно А, да Вот почему мы кольцо с розы Наносим Я думал, что Если мы его будем носить То стражника-то найдем Ну, раз он нам выдал Трудно понять Зачем кому-то пришло В голову Изготовить кольцо В форме руки Резьба Так искусна Что его можно использовать В касте Анатомического пособия Не с тем понимаю Расковь в нос Это хорошо или плохо? Ладно, пока не будем рисковать Стоп Я разносил мне Кольцо с розой Блин Может потому и не нашел Опа Портрет Парень Ты у себя в подвале забыл Портрет? Мои чудесные картины Искусство Ложь, что позволяет Воззреть правду Да, вот Эти две картины машины Точнее, вот эту По всеми там А эта здесь Кстати, там описание Вообще-то было Надо было, наверное, взглянуть Просто там Было сказано, что Те двое Или это портрет Который тем двоим Принадлежал Они очень сильно Помогали Своими пожертвованиями Городу Ладно Церковный двор Тебе не кажется Что мы должны Помогать гражданским А не торчать Тут на заставе Нет Надо оставаться здесь Это заметно Постольнее чумы Но фактически Мы ведь все равно В городе Так Разве это Само себе не опасно И столько чумы Могут быть Затоплены земли Озеро Павпанайт И шахта А ты бывала В этих местах? Пока нет Но собираюсь Ну хоть места Более-менее знакомы Да Ну хоть деревня Никуда не переехала И в целом Нет Все же выглядит Не так как раньше Потом пол и винсента Мельница Мельница На этом просто вспомним Где Была так сказать Потайная комната Она же чердак У Бруно Точнее в доме Бруно Позволь Позволь дайте совет Попсимизм Что он планирует Прожить меньше курицы Что-то подозрительно Что-то подозрительно Попсимизм Опа Неожиданно Хорошо Двор городского зала Так Так Стоп Сначала давайте Двор Двор Деревню Досмотрим Там у нас еще один домик По-моему остался Дома Аврора Что у них там Что Уф Наконец-то Немного не попались Что случилось Томас решил поискать Сокровища За тобой в землях А потом На нас монстры напали Убежать со всех ног Пока не отказать здесь Не перевай меня Томас Я буду что-то из-за твоей болтовни И если нет куда И снова понадобится доктор Ну ты придурок Томас Три задумавших кораблей За топливных землях Как вы уберите Даже если там есть сокровище Назад я не вернусь Неплохо Я слишком долго разговаривал с Сочи Увидимся позже Ладно Простите А, прости Сейчас я занята Заимись с делом Отнеси эту посылку В городской зал Майя Отдай ее Карлосу Он знает, для чего она Ладно Но я сказала У тебя есть лекарства Для лечебницы Ты пришла А потому что Дейзи Попросила забрать лекарства Мне кто-то объясняет Но Ладно Раз что выхода нет Объясню Но слушай внимательно Повторять не буду Просьбы Дейзи И мое поручение связаны Отдай ее Карлосу И он приготовит лекарства Вот я буду так Крень произнести эти слова Так Так Ясно Дома тут Со схожей структурой Нам нужно в ту сторону Где мы уже были Ты уже слышала про чуму? Прослушаться какой-то Некоторые говорят Чуму вызывает гнилая вода Другие грешат на почву Не знаешь, чему верить Дальше идти опасно Береги себя Ну мы дальше пока не пойдем У нас еще Дел в городе хватает В деревне И в городе тоже В городке Слышала когда-нибудь О святом Стиве Нынче люди О нем позабыли Но когда я был ребенком Его все знали Он охранял ворота Легенд гласит Что во время Великой Осады Стив своими руками Был 50 язычников В битве за геранское древо Он заслужил почет Это встреча о том Стиве Которого я знаю Эм Ну что тот парень Который как раз таки И утащил шлем Угу Так пока что не будем Разумеется Ой Привычка Я сменил Стоп Да Сменил команды И сам их не вспомнил Вот Поэтому я говорю Очень полезно Она просто вот Хватает противника Противники сделать Уже ничего не могут В принципе Так и написано По-моему было в описании Сейчас даже Взглянем на всякий случай А вот это мы нашли Таким магический подарок Магдарса Вот как его звали Ну и зовут Разумеется Который возможно Восходит к самой Провидице Призывает Стая подсторонних птиц Разрывающих монстров на куски Ну на самом деле Они просто действуют как снаряды А вот этот артефакт Мы не испытывали Потому что здоровье Потому что здоровье мы предпочитаем беречь Тайная канализация Такая тайна Так Я уже забыл Слышно С тылом стивя А ну да Ну да Вот тут кстати Вот неприятный момент Что иногда они просто Дублируют Вместо того Чтобы поставить Ну Какой-нибудь Обозначающий завершение Диалога момент Городской зал И городской зал Ладно Когда в городе Началась чума Доктор не жалея себя Помогал зараженному И искал лекарства Способность найти эпидемию Мне кажется Он не верит в богиня И себе тоже не верит Он и раньше Приклил в городской зал Но Не могу я относиться К нему по-доброму Как можно верить тому Кто никуда не снимает маски Доктор здесь не любит Молитесь и верьте в свет Лишь в нем Истинный ответ На все вопросы Мне нравится Аврора Она умная Сообразительная Красивая И рассуждает Разумно Эти безумцы Безоговорочно верят Во все Что говорит доктор Я прислал Аврора Наконец-то Я уже заждался Приготовление микстур Успокаивает Мне интересно наблюдать Как разные растворы Смеси превращаются Во что-то новое На изготовление Уходит время Мне нужно вернуться В мастерскую Городского зала Майя За ингредиентами Посмотри здесь Если хочешь Да емое Ладно Потом надо будет его найти Если по всему Но по-моему Мы и так уж забегались Так что На этом Пока что Все Субтитры сделал DimaTorzok